Ну, там заканчивают приборку, видать. Молите за стол, ты молились? Выключайте эту шарманку. А, молились уже, всё? Нет, не молились. Да-да, молись, пока придут, уже готово. Время не теряйте. Давай, Царю Небесную. Царю Небесную, утешителю души истинным, И живи с детства, и вся исполняя Сокровища благих, и жизни подателю Приди всели сонны, и очистины от всяких скверных, И спаси, Блажа, душа наша. Отец, Небеса, молимся, именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наше занятие по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, чтобы Слово Твое везде, в России, по всем мультируемому шару, везде исследовалось и проповедовалось, Господи. И без этого не заканчивалось ни одно служение в храмах, которые люди посвящают Тебе. Помоги, благомилости, Господи, в этом нам быть всегда бдительными и бодрствующими. До предшествия Твое. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 21 глава, 6 по 9 стихи. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Повели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровоздавший, восклицал «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне! Осанна, вышник!» Толкование. Лука и Марк говорят только о жеребенке. А Матфей об ослице и жеребенке, но они не противоречат друг другу. Потому что, когда повели осленка, за ним последовала и мать его. Иисус воссел на них, то есть не на двух подъеревных, но на одежды. Или прежде он сидел на ослице, потом на жеребенке, так как он остановился прежде в синагоге иудейской, а потом перешел к язычникам. По сказанию Писания, расстилание одежд служит выражением чести, а ношение ветвей – признаком торжества. А ты в таинственном смысле понимаешь из этого, что Господь воссел, когда апостолы подослали ему одежды свои, то есть свои добродетели. Ибо если душа не украшена добродетелями, то Господь не восседает на ней. Предшествовавшие суть пророки, живущие прежде воплощения Христова, а сопровождавшие, явившиеся после того мученики и преподобные учители, которые подстилают свою одежду Христу, то есть плоть, покоряют духу. Ибо одежда и покров души есть тело. Если кто не растелит плоти своей, то есть не смирит ее во Христе, который есть путь и жизнь, если кто не пребывает в нем постоянно, уклоняясь от всякой ереси и неправды, то Господь не воссядет на нем. Ассанна, по словам некоторых, означает песнь или псалом. По мнению других, что и вернее спаси нас, сыни Давидов, грядущий свыше во имя Господне. Грядущим называется Господь, потому что евреи ожидали его пришествия. Так говорит и Иоанн. Ты ли еси грядущий, то есть тот ли ты, пришествия которого ожидают? Или грядущим называется Господь, потому что ежедневно ожидается его второе пришествие. Посему каждому из нас должно всегда ожидать кончины жизни своей и пришествия Господня и готовиться к тому. Все. Хотел здесь как бы между строк еще показать. Вот Господь заходит в Иерусалим. Последние дни жизни Господней. И ясно, что когда там он уже сел на слов, там проехал, там люди приветствуют Господа. Ясно, что Господь решил, и там написано, постелали одежды именно ученики. И это все как бы главное решение, что ученики как подослали, и Господь, значит, теперь является как именно Господь в этот именно день. И получается так, что Господь уже понимал, что ученики готовы принять бразды правления церковью. Теперь только надо было последнее. Ради людей пролить кровь. До конца пойти, то есть все исполнить. Как он это узнал? Что они готовы? Ну, как узнал? У нас, бывает, путь соли надо съесть, тогда узнаешь ближнего своего. И тот, Игнатий Ильич, напомнил нам слова Христа, библейские, Нового Завета, сказал, что и когда они вышли от нас, тогда мы узнали, что они не наши. Тогда только узнали, когда они вышли от нас. Ну вот, Иуда, Иуда оказался предателем, но до этого Христос уже понимал, что он предатель, и он делал все для того, чтобы он не был предателем. То есть, и Иуду Господь больше, чем других, наставлял на путь истинный. Хоть он и вор был там, видно, что корыстолюбец такой, но, а другие какие были. Апостол Петр, самомнение и гордыня необычайное. Иоанн и Яков, необычайная жажда власти, мать подсылают уже к нему и так далее. То есть, и у других тоже там деление власти было что-то. Однако, Господь увидел в них продолжателей своей проповеди, своей евангельской внесения Нового Завета, присоединения людей к Новому Завету Божьему. Мне кажется, что у нас не хватает, как раз в наших церквях не хватает подражания Христу. И сказано, главное, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе. А какая была простота? Да настоящая простота, во-первых, была. Не то, что он говорил просто, не говорил, что так, корень квадратный, извлеки, матрицу такую-то, давайте уравнение вот такое, ничего этого не было, никакой завихрения мозгов у Христа. Он говорил просто, заповеди вот такие, не тяжкие, иго, мое, бремя не тяжкие, иго, мое благо и так далее. А какая у него жизнь была? Простая. Еда была простая. Проповедь. Проповедь простая. Она была непонятна для людей, но она была простая. Делай, не делай другим того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. Вот у нас висит как раз об этом. И теперь люди уклонились от всего этого. А он в простоте ходил с учениками своими, вкладывая в них понятия о новом завете, о новых законах. А они не новые, написана суть. А что? Просто их надо исполнить, оказалось. Это нам говорит, Господь говорит, когда заповеди блаженства возвещает об этом. Пришел не нарушить я закон, а исполнить, говорит. А как его исполнять? В простоте. Как четко следуя по стопам Христа. У нас сейчас этого ничего нет. Нет, Христос ходил в простоте, ел простую пищу. У нас, если там начинаются какие-то празднества, обязательно какое-то невероятное застолье идет. Сидят, потом дальше. Не просто ученики теперь со Христом были, а теперь касты идут священнические. Касты епископов, касты священников. Касты тех, кто приближен к священникам. Вот посмотрите, как идут у нас крестным ходом. Сначала там епископ, священники окружают, потом послушники там, потом идут те, кто в семинарии, а потом там народ, и более-менее, который начинаешь давать визитки тем, которые рядом со священниками. Никто не возьмет. Почти никто не берет. Редко там кто. А туда дальше хвост. Простые уже прихожане идут, они уже ничего не разбираются, они все берут в простоте. Евангелие берут, а эти даже Евангелие не возьмут. Нет, нам этого не надо. А почему? Потому что епископ не знает своих священников, священники не знают свою пасту, потому что вместе не живут. Они не находятся вместе. И это надо менять. Дальше. Пигнативно сейчас просим. Вы можете. Читаем дальше? Или что-то скажете мне? Ну, вообще дальше. Давай дальше. Матфея 21, 10, 11. И когда вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Толкование. Народ бесхитростный и простой, не завидовал Христу, но и не имел об нем надлежащего понятия. Почему? И называл его пророком. Но так как он произносит слово пророк с артиклем, то можно подумать, что он разумел в нем ожидаемого пророка. То есть того с большой буквы, о котором Моисей сказал, как меня пророка с большой буквы воздвигнет Господь Бог. Он не сказал просто без артикля пророк, но с артиклем. То есть именно ожидаемый пророк. Когда спросили у Иерусалима народа, кто он, они говорят, это тот ожидаемый пророк. То есть толковательно нам говорят, что народ вроде как бы простотой, как бы что и... Они же не сказали, что это сын Божий. Но и не сказали, что пророк подобен Иоанну Красителю. А пророк с артиклем. С артиклем это тот, которого Моисей сказал, пророк восстанет такой, как я. Его слушайте. Это 30 глава, 15 стих. Значит, не такой уже невежественный был народ, то ли они знали Моисей и знали Писание, что Моисей говорил о таком пророке. Однако, следующее, последующее действие. Говорят, ну а что, отцы их пророков пробивали, и этого, если они пророком, что такие же злобные оказались. Психотворение хочу сказать небольшое, маленькое. Кончается так. Жрецы греха, пророки тьмы, и человек, как от чумы, от вас проклятием отпрянет, и имена их презирать, своих детей научит мать. Кто написал? Вот вы запомни хоть одну строчку. Жрецы греха, пророки тьмы. Заинтриговали. Ну ладно, пошли. Все в жизни неверно, и смерть лишь одна горна, неизменно горна. Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненные сказки. Конец. Сологуб. Пошли дальше. Евангелие от Матфея, 21 глава, 12 по 13 стих. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков из камьи продающих и говорил им написано Дом мой, домом молитвы налечется, а вы сделали его вертепам разбойников. А ну-ка еще по-другому прочитай, какую интонацию вырастай. И говорил им написано Дом мой, домом молитвы налечется, а вы сделали его вертепом разбойников. Грозно так. Ну, коли он после этого меч взял, значит... Да, мы не отличишь от Христов, вообще. Вот так. Еще сзади такой крепкий русский ассоциал. Любить Родину. Я говорю, ну а ты бы как сказал? Я бы сказал, нафига бы тут понатащили все это. Понятно. Пошли вон, сволочи. Тоже неплохо. Ну, держитесь, гады! Ну, зайцы, погоди. Так, а можно такое сказать? Дом мой дом отца моего на Рижса. А вы сделали его вертепом разбойников. Да. Вот и буквально и порно может так быть, спокойно. И в то же время, сколько здесь беспокойства. А вы, кто мы, сделали его вертепом разбойников. Еще один вариант. Ну, так что вы так идиот так. Вот эти слова нужно просто понимать как. Это все в голове сложно. И засчитывал каждый раз по-разному. Что-то новое открывается. Вот это вот такая интонация, как я сказал, это укор. Когда делают. А вы сделали его вертепом разбойников. И вот этот момент так, бечевочку. Ай-яй-яй, нехорошо. На тебя. Ну ладно, считай. Страшно? Толкование. Дяди Игорь не такой. Как владыка дома, то есть храма, он выгнал из него торгующих, показываясь им, что все принадлежащее отцу принадлежит и ему. Сделано это и потому, что имел попечение о благолепии храма. И хотел показать отменение жертв, так как изгнавший волов и голубей, он этим предсказал, что нет более нужды в жертвоприношении и заклании животных. Но нужна молитва. Ибо в вертепах разбойничьих совершаются убийства и кровопролития. Или он назвал храм вертепов разбойников потому, что в нем были корчевники, продающие и покупающие. Так как любостяжательность есть страх разбойническая. Смотри ты, чтобы храма Божия, то есть своего сердца, не сделать вертепом разбойников, то есть жилищем демонов. А оно сделается вертепом, если мы будем иметь помыслы о продаже и купле. Если будем сребролюбивы до такой степени, что будем заботиться и о самой малой монете. О самой малой монете. Мы сами себя обратим в вертеп разбойников, если будем продавать и терять голубей. То есть не сохраним в себе даров духовных. Голубь это прообраз духа. Духа не угощайте. Интересно, какая там была акустика. Там же можно, если не большая акустика, то можно и так внушительно говорить. А если плохая акустика, свежий воздух. Да там кричи, не кричи. Там же шум, базар, гам. Ну там что-то там в уголке случилось. А и нехай ему вдышло. Как повернется, так вышло. И все. Была там акустика, не было ее. В храме написано. В храме. Ну храм там под открытым небом все было. Какой там храм? Святая святых и святое было, да, под крышей. Но туда он не проходил. Ясно, там священники, левиты были. А здесь этот притвор, да, притворе. Ну а в притворе все под открытым небом, там не закрыто было. Поэтому и гвалт был такой, понятно, что монеты шуршат. Это те не в храме у нас. А мы как себе представляем? Храм, Христос. Ну тогда, конечно, громко там будет. Все поймут. Я думаю, что все-таки посильнее он говорил, чем... Погромче. Говорил он все-таки. Еще там предшествовало, может быть, что-то мы не знаем, что все утихли. Да. Ну мне кажется, когда он хоть тихо говорил, хоть как говорил, он доходил до всех. Потому что он даже на море, на лодке отплывал, люди тут на берегу стояли, он их тут проповедовал. Громко, когда я жил, он не знал. Здесь то, что вы говорите на море, когда заповеди блаженства, тут можно было бы как-то примерно поставить эту сцену. Вот там, допустим, какое-то озеро. Это не океан был. Прилива, отлива не было. Это озеро. То есть там волны шумели, на берег накатывали. Лодка. Лодка никакого шума не издает. Там на веслах поддерживали его, или якорь бросили. Камень. Чтобы он был перед народом. Народ подошел. И здесь как бы шум вот этой воды, чтобы до людей дошло. Ясно, что он к людям обращается. Он говорил, конечно, возвышенно. И там все-таки он не гнал людей, а он призывал. А здесь-то сто процентов он их порит. Я не в том суть. Понимаете? Суть в том, что он говорил, все равно он так говорил, чтобы все слышали. Ну как все. Чтобы всем понятно было. Но это же был Бог. Ну как понятно. Он сказал, эти ничего не понимают, а вам в притчах. Я про волосы говорю. А я вам говорю про Евангелие, как там написано. А почему ты нам объясняешь, а им не объясняешь? Потому что в одно ухо влетело, в другое вылетело. Так он говорил, так народу вроде понятно. Тоже так же, как к апостолам. А потом пришлось апостолам объяснять еще. Так что это не всегда вы правы. А потом дальше что случилось? Стоит толпа народу на озере, там же все. И он обращается уже к 12 и говорит, а вы не хотите ли отойти от меня? Тоже он перед этим говорит о теле своем, о крови своей, которую надо вкушать, пить. И никто о ней обратился. А вы говорите, Бог сказал, и все услышали. И уж Петр один. Господи, ну оставь нас с собой, у тебя глаголы в вечной жизни. Кому мне идти? Нам. То есть и осталось только 12, их все, больше никого. Остальные повернулись, ушли. Они только что ели хлеб и все. И никто ничего не понял. И Иуда не понял, когда ему дали корзину с кусками оставшимися. Тащил вместе со всеми. Тоже не понял, не осознал. Дальше предавал до конца. Так что тут мы просто говорим о форме речи, какая она была у Господа. Я думаю, что ему приходилось напрягаться, что там говорить, чтобы сказать. Не было рупора никакого. Ничего мой об этом не говорит. Что есть рупор, крикнул там. Эй, вы, стойте. Все раз таки, лох, и громко. Нет. Хотели, слушали, прислушивались. Новое нечто. Господь этим-то и показал, что Он сделал все как человек. Кроме одного написано. Греха. Все делал как человек. Мы не видим, чтобы Он что-то неожиданно использовал, какие-то трюки. Ничего этого нет. Чудеса исцеления, да. Ну и апостолы это делали. Даже воскрешали мертвых написано. Сережа, Людмила Степановна. Единственное, что Бог дал людям, всем, всем, всем людям дал свободу. И поэтому Он не давил на людей, но Он им говорил. Он говорил так, чтобы они поняли, но они выбирали сами. Выбор за ними был. Он им предоставлял информацию, как по нынешнему времени, если сказать. Он им давал призывы, Он давал им, показывал, воскрешал. Он все делал для того, чтобы привлечь их, чтобы они сами выбрали вот этот путь. Они выбирали, опять куда-то шли. И всего 12 апостолов было у него. И Он им дал эту власть. Но дал власть только говорить, проповедовать, призывать. А свободы людей никто не лишил. Насильно никого нельзя было затянуть. Поэтому свобода, она давала маленькое количество, такое небольшое количество людей. И хотел сказать, что сейчас есть такое понятие, пиар называется. Знаете все, что такое пиар? Реклама. Знаете, что такое пиар? Только реклама. Пиар – это значит подать информацию в нужном тебе свете, в обычном хорошем. А в каком-то событии для какой-то личности пиар. Обычно это рекламы перед выборами какими-то идут. Вот пиарятся, там говорят сильно. Вот команда пиарщиков прилетела с Москвы и так далее. Вот я вам могу сказать, Господа пропиарить невозможно. Вот Иисуса Христа. Допустим, вы решили показать Иисуса Христа в выгодном свете. Ничего не получится у вас. А вот почему теперь нужно уже думать, и тогда вы поймете, как правильно проповедовать о Христе. И не будете не смущаться, что вас гонят, что по башке дали вам, или назвали каким-то словом плохим, идиот, дурак и так далее. Все, сразу у вас все на места встанет. Если других пропиарить можно, обмануть, то Господь сам этого не хотел. К нему уже пришли и все. Господи, давай мы тебя царем превозгласим. Пиарщики с Москвы прилетели. И что он ответил? Он собрался и ушел. Ушел, чтобы его не было вообще. Убежал от них по-другому. Вот так. А все мог бы? Да как, здравствуйте. Два раза накормил. 4 тысячи, 5 тысяч, не считай, женщин и детей. Это не счет. Мужики плотно поели. А там сколько было малышней, там женщин, тоже много было. Женщин даже больше, наверное, было. Вот так. И детей еще, слушай, мало-мало меньше. И не захотел пиариться. Почему? Он невозможно пропиарить душу. И нужно делать все в том, что если ты, голосуя за какую-то личность или какое-то событие, ты просто говоришь свое мнение, то здесь ты должен поменяться. Говоря о Христе или преследуя то, чтобы стать таким, как христиане, как Христос, ты должен менять себя. Ты должен отречься от своего «я» и стать Христом. То есть пойти за Христом точно. И написано как. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И дальше говорит, кто не взял креста своего, а следует за мной, тот не достоин меня. То есть даже можно увидеть Христа, но не взять крест. То есть не отвергнуться себя. Ну решил тогда, схожу, нормальный такой мужик, добрый. Ну как Василий нам сказал, а вас тут не скучно, а то я в печали весь пребываю. Не дадите мне есть, вообще уйду. Ну вот, это уже говорит о том, что человек непонятно, что делает здесь. Как бы хочет спастись, а потом Господь ему скажет, ты не в брачной одежде, чадо. А какая должна быть? У меня вроде чистая. Как я болел когда. И началась желтуха мне, это, внутри. Началась желтуха, и у меня глаза пожелтели, и сам желтый стал. И пришел Виктор Андреевич, а там затемненно у нас, шторы так вот. И он на меня смотрит, ты какой-то не такой, ну-ка подойди. Я открыл так шторку, я туда зашел, он на меня посмотрел, да ты желтый весь. У меня увидел, что желтый. Вот так вот. То есть врач должен быть, у него должен наметанный глаз быть. И тогда начнется лечение. А ты себя не увидишь, что ты желтый. Я вроде ничего, нормальный такой, справный, все, бодрый. Нет, ты уже больной, ты уже сгнил. Как говорится, до самой макушки. В смысле, внизу которая. Все, я не знаю. Ну, я бы, да, могу остановиться. И приступили к нему в храме слепые храмы, и он исцелил их. Толкование исцелением больных показывает, что он хорошо сделал, выгнавши своей властью из храма недостойных. Открывается отсюда и то, что по изгнанию иудеев, привязанных к закону и закланию животных, приемлются слепые и храмы из язычников, и исцеляются от им. Я вспомнил, я читал как-то одно поучение у Яна Златоуста, называется «О неблаговейном предстоянии в церкви». Он там в конце этой проповеди говорит, что надо таких людей, которые в церкви себя ведут неподобающих, надо бы гонять вообще из храма. Прямо так и призывал. Здорово. Да. То есть, что, вот как вот, к чьи слова Иначе Иначе приводил, что из святых отцов. А ювенальные стихи. Останови служение, восстанови порядок, и потом только продолжи служение. Исполнительное. Есть такое видео, такое небольшое рассказы, книжечка называется «Веселые случаи из жизни священников мирян». Ну там, видимо, то ли придумано, то ли не знаю, там вдвое заходят в масках с автоматом, говорит. Кто хочет за Христа пострадать, говорит, направо, кто не хочет, на выход. Несколько человек осталось, ну все, говорит, верующие остались. Начнем богослужение, говорит. Проступи. Я вот что хотел еще, можно сказать еще? Вот гляди, Христос начинает говорить, собрался к Нему народ. И Христос начинает говорить, вот все так говорят, Он же Бог. Понимаешь? Тут ну понятно, какая мысль-то. Потому что мы этого никогда такого не чувствовали, что, допустим, я начал говорить, и слова Христа говорю, и цитирую, и народ вокруг умолк. Ну нету такого. Понимаете? Ну два человека еще посмотрят на тебя, вялым таким взглядом, замороженной рыбы. А остальные-то нет. А почему? Ну я не Бог, это понятно. И их не заинтересовались слова Христа. Но я думаю, тут не в этом дело, что я не Бог, там и так далее. Господь-то нам оставил все это нести. А дело все в том, что в самих людях. Вот Господь там дальше и говорит, что они слышат, и ушами, говорит, с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, чтобы не увидеть и не услышать ушами, дабы не обратились, и я не спас их. Вот как написано. То есть какое-то время есть, и об этом времени говорит пророк Амос, что настанет время, будут слушать. Господи, да неужели кто-то скажет слово одно, и им покажется, что это слово библейское, и они встанут и будут слушать молча. Да, настанет такое время, будет. Пока оно не такое, вот и все. И чудес у нас нет, вот Господь чудеса делает, представьте. Но он делает-то не перед тем, как изгнать. А так вот представьте, раз собрались, он хоп, исцелил. А там дальше уже все стоят молчат, а тут берешь и пошел уже все говорить. Все понятно, можно хоть даже шепотом все будут передавать. А он это после делает. Потом все настроены против него, казалось бы. А он остается, продолжает исцеление. Тут необыкновенная показана любовь Христа к людям, человеколюбие его. Он знает, что ему надо исполнить все до конца, то, что заповедовал отец. И он исполняет это все, идет до конца. И мы еще точно не знаем, возможно, это изгнание и повлияло на то, что народ потом стоял и кричал, распни его. Как они начали кричать это? С чего? Ну, видать, вспомнили. А, он же точно бил там людей. А то, что исцелял, ну, это потом вспомнили. А когда им сказали вспомнить плохое, вспомнили плохое. А какое было плохое? Да это все за три дня перед этим было. Дарод так любит героев опустить ниже плинтуса, потому что все завидуют друг другу. Вот чем дело. А тогда христианство не было в такой массе, как сейчас. Это мы сейчас можем себе этого зверя завистью укротить. Потому что сказать, что ты делаешь? Это же так шли фарисеи и саддукеи, те люди, которые распяли Христа. И уже устыдишься своей немощи этой. Хочешь быть первым? Стань слугой. Хочешь быть хозяином? Будь рабом для всего этого. А что это такое рабом? Иди на проповедь, иди на улице, на улице, и там тебя будут, там ты узнаешь, почему ты раб и почему ты слуга. Ты будешь червь навозный, возможно, если Господь сжалится над тобой, растопчет тебя там. Но пока никого еще не затоптали, ничего этого не было. Сергееву камеру разбили, так Сергей в суд подал и так далее, чуть не выиграл. Я не подавал в суд. Ну молодец бы был, если бы подал тоже, ничего плохого. Подай. Ты же вязаный. Вот выиграешь, так будет камера ставить. У меня совесть обличает. Я тебе сказал, не лезь никуда. Ты залез туда. Надо было тебе с ним подгадаться. С этим москвичом. Кого ты не полез, а там же все на камере видно, как-то подскочил к нему вот так. Нет, то он на меня прыгнул. Да ладно, он как мог прыгнуть, перед ним вот такой вот привал сдув. Нет, Сережа, нет. Ты уже попался, так что. У меня все записано. Да, пожалуйста, давай все это посмотрим. Давай. Ну я просто брату, что дополнить. Это свойство толпы. Вот как перед тем, как Господь входил в Иерусалим, они постелали все там стояли. Асан називусь. И тут точно так же, одни закричали, а другие подхватили, как говорится. Что они там вспомнили, что они там не вспомнили. Просто свойство толпы. Вот мы ходим, Евангелие раздаем. Сами замечательно. Только первый человек, два там взяли, остальные тоже. Только остальные кто-то отверг, сразу все остальные. Не, 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 нам тоже не надо. Есть такое, да? Да, есть такое. Стая. И вот придет время, это все в руках Божьих. И придет время, когда наступит жажда слышания этого слова. Придет время. Но почему-то юноша и девушки будут ходить от моря и до моря. Да почему? Юноша и девушки, молодые будут ходить. Потому что старым, вот старым, нельзя будет им сказать это слово. Потому что они будут уничтожаемы. Поэтому от моря и до моря. Нет, неправильно. Но почему от моря и до моря? Придет время, жажда будет. А сейчас безразличие. Тупое безразличие. Аж прямо даже вообще поражаешься всему. Людмила Степановна, почему говорится о красивых юношах и девушках? Потому что в этом состоянии, да не об этом речь. В этом состоянии невозможно прийти ко Христу вообще, к Слову Божьему. Им ничего это не надо, красивым юношам и девушкам. Они другими делами занимаются. Красивые юноши и девушки. Потому что в юности у нас что, похоть плоти, дальше похоть очей и потом гордость житейская. Уже в зрелом возрасте тебе власть нужна, потому что тебе уже ты все прошел, Крым и Рыб и так далее. И поэтому и говорится о том, что даже юноши и девушки, красивые, будут бегать за этим Словом. И написано не просто от моря, а от востока к морю. Вот так. Ходить будете, искать Слово. То есть, желающий слушать. Слово сказать. Недавно я был в чат рулетки. И я читаю Евангелие. Молодой человек, видно, что он не одетый. И вот так вот полулежа лежит и смотрит. Я читаю, читаю, он внимательно слушает. Я говорю, вы меня слышите? Он мне... Скажите, что сначала нет, потом мне показывает, что... Так, но ухо я. Я не могу говорить, кто-то рядом спит. А я сейчас... А что он тогда сидит, если он не хочет разговаривать, что он сидит... Что он хочет увидеть? Увидеть, но и не услышать. Да, если он не хочет разговаривать. Молодой брат говорит, ну им что надо? Они там в чат рулетки, что... Они за блудом там все собрались. Посмотреть, что там творят, что они все нечестят. И тут вот... Действительно наступят такие времена, когда им это все... Ну Господь так сделал. Когда им это все обрыгнет. Уже наедятся этой мерзости. И будут искать чистоты истинной любви Христовой. И не найдут, потому что нас свои же все переколобасят. Как вот Максим Степаненко говорит. Только талантливый проповедник какой-то, который несет истину в массы. И вот сразу к ногтю зависть. А кто ты такое? Покажи, да у тебя образования нету, Головин. Ты там 4 года не отучился, два класса образования. Что ты тут можешь проповедовать? Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? Один и тот же дух. Гладкин, да кто он такой там, деревенщина, ничего не может там это сомна. Ткачев, о, этот там еще что-нибудь придумает. Все это было. И действительно Георганщик думал, как можно какой-то вот на необитаемый остров, где люди там, вот и черногожие, папуасы там, и как им проповедовать? А Господь так сделал, что спутники, люди умные, будут у всех интернет. А все, в Америке как, от моря до моря, как к нему приплыву, у меня денег, ничего. А оказывается, руку огромную кнопочку нажал, а вот он с Америки, если бы разговаривать с Америкой. Католик, американец, такой веселый, приятный мужчина, такой поляк. Я думал, он еврея, у него такой акцент, такой еврейский. Ну, видать, крови, полу-провка, я думаю. Пообщались, так это хорошо. Но, когда эти времена, они, может быть, и настанут еще раз, но Писание говорит, что в последние времена во многих охлотеет любовь. И тут же говорит, что будет жажда, то есть жажда, ну, желание этой любви, как бы, возогреть эту любовь. С одной стороны, ну, конечно, будут овцы, жаждущие слышать голос Христова, и карли, которым ничего, это надо-то не надо. И эти времена уже когда-то были. Помните, когда Библию искали, ездили там на самолете, летали за Библией? И от моря до моря, и кое-как. Там тут написано, что и не могли найти. Но имели в виду, что значит не могли. Это слишком трудно было этого, что мало этого. В последние времена это значит. Вот, между прочим, могу привести пример, такие будут, будут. Дело в том, что каждый человек, который пришел ко Христу, у него в душе, вот как я по себе знаю, был поиск вот этой чистоты святости. Я почему-то, я на форуме написал о своем обращении, у меня уже 17 лет был этот, начался поиск. То есть я о Боге ничего не слышал, но вот этой чистоты я вот чего-то искал в людях, по крайней мере. То есть, что мне кто-то что-то должен сказать такое хорошее, такое для меня, кажется. Я хотя не понимал, о чем именно речь идет. И каждый раз разочаровывался, потому что в людях чистоты не найдешь. Верующие мне тогда не попадались, вот Слово Божие я не знал. Потом уже в дальнейшем Господь пооткрыл уже Слово Божие и людей показал, которые стремятся к святости, к чистоте. У меня тоже так же было. Вокруг было очень много хулиганов. Ну, прям хулиганство. Нельзя на улицу было выйти. Один раз вышел на улицу в четвертом классе, в пятом классе был. Пятеро меня поймали. Я пошел, ходил, там у меня рядом школа была моя, где я учился. Но я там до четвертого класса, четыре класса в этой школе, а потом дальше уже в школу, которая там пятый, десятый класс учится. И я там тир был. И я в этот тир ходил. И я знал, что там помойки ставили такие школьные, ну, железные короба. И туда выбрасывали пульки стрелянные. И я ходил этих пулях, набирал туда, эти, ну, пульки использовал, как играл с ними. Ну, интересно же пульки, да? Детям. Мне было очень интересно. Я пошел туда, и там мы что-то эти пятеро делали. Что они там делали, не знаю. Баловались я там, а суббота была или воскресенье? В воскресенье было, не работали. И главное, с утра это было, что я там. Ну, в общем, поймали. Весна была. Поймали они меня, засадили за эти мусорку, там угол вот такие вот эти баки. Они меня туда запинали пинками. И говорят, сиди там, и пока мы тебе не прикажем выйти. Я оттуда попытаюсь прорваться, они мне опять шелбанов надают, на пинках туда загонят. Вот пять человек, пацанов, ну, такие какой класс там, девятый, может, восьмой. А ты в каком? Ну, я в пятом. Маленький. Маленький еще, ну, такой, может быть. Зачем это они делали? И у меня никогда не возникло ни одной мысли, что я так же кого-то куда-то загоню и буду там, чтобы пускай они сидят, пинают. Я всегда всем рассказывал об этом. И маленький был, рассказывал и говорил. А зачем так они поступают, эти люди? Надо. Откуда этот дебилизм пошел? Хочу. Я хочу быть выше, чем этот. А другой раз пошли собирать уже большие патроны на стрельбище. И опять меня там поймали. У нас было пятеро, а там от тех была ватага целая. И я там был в каком классе? Наверное, в шестом. И там у нас четвертый был, в третьем классе кто-то. Пять человек у нас было. И стрельбище было закрыто. Не стреляли тогда. Хорошо. Там оцепление обычно стоит. И мы туда прошли и начали ковырять, собирать эти пули. А там в горе прям пулей много. И представьте, ты собираешь, раз там две пули нашел сразу. А бывает там из пулемета, когда строчили, там большие такие пули. И мы там раз. И тут на ватага это напало, нас окружили. Повели там к какому-то строению. Давай там это. Сначала давайте боритесь маленьких заставили бороться. А потом давай ты теперь борись с каким-то там большим взрослым парнем. Я говорю, а что я буду бороться? Тогда мы тебя будем бить. Взяли меня и сбили. Нос сломали. Спрашивается, зачем это все? А я знаю зачем. И потом я уже был в 10 классе, играл в футбол. На город мы играли за школу. И в этот момент я вижу этого парня, который меня отбил. Я говорю, ребята, это вот этот парень-то меня бил. А он играет как подставной за них. Ему он направлен на три года старше. И мне говорят, давайте соберемся его, короче, отметили. И я говорю, нет, ни в коем случае. Я говорю, не надо этого делать. И они меня трусом. Ты, говорит, трус просто и все. А у меня прямо внутри вот такое противление вот этой злоби. Зачем? Я по-другому поступлю. Я просто прощу его и все. Я к нему подошел и говорю, ты помнишь там тогда-то вы толпой ебили? Это ты же меня, говорю, тогда и сбил. Он такой, вижу в глазах, такой испугался. А он такой тщедушный. А я уже такой развитый, естественно, побольше. А он такой худой, кишка. Ну, можно было легко долбануть. Но и все. Я говорю, я тебя прощаю за это. Не делай больше так. И все. Вот откуда это все в людях? Злоба. Господь дает милосердие. А злобу кто дает? Сатана. Такое воспитание. Ну, я уж не думаю, что родители его дома воспитывали. И кого-то там в угол загонять и пинать. Родился такой, да? Не знаю я, Людмила Степановна. Что это? Стадная какая-то у них просыпалась. А помните мультфильм? Или что-то. Чтобы его трусом не назвали. Не будешь бить малого, будешь трусом. Ну, вот какое-то такое мерзкое, понимаете? Пакостное. А не то, что там родители его воспитывают. Мультик 50-х годов. Помните? Золовей, золупей. Это, да, если страху. Волочка дома и в школе. Помните? И когда он дома такой, мамочка там. Сейчас, сейчас. Руку там целует, там все, мамочка там дорогая. А потом только вышел. У него банка консервная уже. Кота увидал. Кота гладил, гладил, отпустил. Кота выходит, он с котом. Кота хватает, привязал ему банку консервную к хвосту. И давай гонять этого кота уже. По лужи побежал, людей там обрызгал. Вот воспитание. Это Гена Каина. Конечно, вот людей это перешло. Вот и все. Вот сейчас Серебрякова начинает поносить. Актер такой, который в штрамбаке играл. И он уехал в Канаду. И, ну, там его спрашивают. Ну, интервью дает он на телевидении. А почему вы уехали? Он говорит, я, говорит, не могу, говорит, уже в этой стране, в России жить. У нас, говорит, лицемерие сплошное. И правит, говорит, быдло, хам и негодяй, говорит, у нас правит. И как на него посыпались там ни одного доброго комментария. А потом выходят там другие уже, там еще тоже актеры, там кто. И говорят, ну, а что он правильно же говорит, что у нас есть? Ну, что там греха-то таить? Посмотрите на тех политиков, на этих. Почему у нас постоянно губернаторы, говорят, один, второй, третий, четвертый. Да уже невозможно, говорит, их пересчитать. И все воруют и воруют. А кто их ставил-то? Их ставил же Путин. Ну, не надо. Ну, доклады с самого начала смотреть, откуда все это идет-то. Надо согласиться, что все гниет с головы. Мы сейчас осторожно про власти, потому что вышел закон о том, что если вы будете как-то хульно говорить о властях, вам будут штрафы большие. Ну, все придет к тому же, что и было при советской власти, так что, что тут разговоры? Ну, уже пришло. Или там на 15 суток посадят. За повтор. И Слово Божие. Ты не за кого? За белых? Мы за Слово Божие. Я пришла здесь не за белых, не за красных, а слушать Слово Божие. Вот, Галь, вот Трамп, Трамп этот, позорный Трамп этот, и он, кто только не клюнет. Или там Клинтон, или кто. Они все говорят, а потом, да благословит нас Бог, или да хранит нас Господь. Да хранит Господь Америку, да. Чего Путин ни разу не сказал? Стоит, крестится. Ну, вот он говорит красиво, вы все сдохните, а мы в рай пойдем. И да хранит Господь Россию. Никогда не сказал. И перекрестился бы еще. Почему? Ему надо в синагогу дальше идти, к мусульманам надо идти. Тогда он должен вот так сначала сделать. Тюбетейки, и вот он перекрестится. А потом еще буддизм. А ну, колохочек. Он должен позвонить. Вот почему, понимаешь? Нету истинной веры в человеке. А царь наш, все, должны за него молиться. Потому что его не будет. Такой хаос начнется, как мы знаем, какие были между властями. Когда тишайший, сказали, Алексей Михайлович, тишайший. Ну, Романов. А что тишайший? Говорит, такой грозный был мужик вообще. А потому что утихомил смуту. Всем вот так надоело эта возня уже. То поляки, то молдаване, то сирийцы, то молголы с татарами. Кого не поймешь, лезут на Русь. Охота мирной жизни. Охота мирной жизни. Ну, а на мирной жизни идет, начиная от самого начала. Это через священников и учителей. А у нас нормальных и священников нету. Отсюда учителей нормальных нету. Вот я сегодня про историю говорил. Где эта история? В библейской все рассказывает. И Пай, сын блудницы. У нас что, Жуков? Ну, прожженный пройдоха. Ну, вагонами тащил себя. Не вагонами, составы шли к нему на усадьбу. Русланова, эта великая певица, вся в бриллиантах уже обвешанная. Валенки, не подшитые старинки. Какие валенки? У нее не валенки, а бриллиантовые валенки. Посадили хоть ее, ладно, посидела немного. Поняла, что нет, непонятно. И все такие, все, буденные тоже, спрашивают его. Уже старик. Его спрашивают, а что вы пошли? Вы же офицер были в царской армии. Такой известный человек. Вы что пошли так красным? А он говорит, лучше быть маршалом у красных, чем офицерам у белых. Это я шучу. Шутничок. А жену посадили, и ни слова не сказал. Ни за что. Потому что красивая, и песни поют. И все такие, все лицемеры, как один. И все сейчас через Советы, через коммунистов, передалось на эту власть, опять перекинулось. Не смогли от коммунизма отказаться, вот от этого лицемерия. Не смогли отказаться. И в первую очередь не смогла отказаться церковь. Ну все лицемерно. Ну неужели непонятно, что священники не братья людям? Ну как непонятно вот так? Мужики такие приходят. Вот Андрея взять там, Володину, Владимира на Урале. Ну мужики нормальные, верующие, приходят к этим священникам. И исполоть вам добрые священники. Дайте мы людям Слово Божие скажем. Ну ладно, скажешь. О крещении не говорить. О проповеди не говорить. О том, что священники не учат, не говорить. Об этом не говорить. Начинает говорить, брат. О чем говорит? Как рыба какая-то без хребета и без соли, безо всего. Ну это разве можно так? И меня тоже перед этим выбором ставил там этот Лунгин. Понюхай, дядя, успокойся. Все нормально. Молодец. Ну охота же, чтобы вот как вот у нас, хотя бы как у нас, батюшка, вышел. И видно, что по-доброму все его спрашивают. Батюшка благословил. Давайте Евангелие читайте с толкованием. Блаженого фефилакта. Ну все нормально. У других скажешь, блаженый фефилакт. Не читайте это. Мы будем проходить Пушкина. Священники, Пушкина. Ну там ладно Достоевского еще. Ну с Достоевского можно хоть как-то выйти. Но они же не дадут выйти на Библию опять. А если только одного Достоевского читать, так начнем читать. Вы тут все вот заснете от скуки в первые 10 минут. Вот так вот спать будем. А у нас не должно этого быть. Мы должны сейчас заряжены и все побежать уже. Каждый с Евангелием, с попачки. Распространять. Начиная прямо отсюда. А тут будем. Топор каждый заткнет там этот. Ну эти, расходников. Кто что, кто петлю как смирняков. И пошли потихонечку. Трупы поползли по домам. Евангелие от Матфея, 21 глава, 15-16 стихи. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Асанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Толкование. Фарисеи, видя детей, словословящих Христа Давидской песню, которую пророк по-видимому относит к Богу, разрываются от зависти и негодуют на Христа за то, что он позволяет о себе говорить то, что относится к Богу. А он вполне одобряет и говорит «Да, я не только не запрещаю говорить это обо мне, но даже привожу пророка во свете и обнаруживаю ваше незнание и зависть». Хотя они, дети, по возрасту и считаются несовершенными, «Но они не от собственного ума говорили то, что говорили, а устами их изрекал Дух Святый». Означалось этим и то, что Христа будут словословить младенцы и неразумные, то есть язычники. Заключалось с тем и то утешение для апостолов, что им дано будет слово, хотя они были и не ученые. «Если и ты, если будешь не злобив, и будешь подобно младенцу сосать духовное молоко, божественные слова, то удостоишься воспевать Богу песнь победную». Комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина. «Господь наш Иисус Христос постоянно обращался за доказательствами к написанному в Священном Писании. У человека должен быть навык к различию добра и зла, к различению того, что он слушает всюду, и тем более в храме, от Бога ли эти слова, или это только лишь искусственная подделка. Подавляющее большинство священников и архипасторей, как огня, боятся Священного Писания Святой Библии. Они не обращаются к ней за ответом, за прямым научением. Откуда же пастре придет желание знать толкование Евангелия? Сегодня ситуация такая, она возникла далеко не вчера, а задолго до революции 1917 года. Народ совершенно не знает Слова Божие, и священники вполне довольны темной, этой темной массой легко управлять. У их ног никто не будет сидеть и учиться, как Мария у ног Христа. Сегодняшние пастыри бдительно следят за тем, чтобы никто не знал хорошо Священное Писание, чтобы люди учились повторять какие-то заклинания, слова молитвы, и ничего никогда не сверяли со Словом Божиим. Людям это нравится, и мир любит свое. А если кто-то будет говорить из Библии, то его сразу же священники окрестят сектантом, баптистом, и убедят народ, что эти знания Библии человеку дал сатана, а не Бог. Вот, но вот мы стараемся сделать доступным для людей не только уже Евангелие, но и толкование блаженного феофилакта, составленное им по толкованиям православных святых отцов Церкви, просто выделяя отдельные слова из его толкования о Писании, о проповеди. И оказалось, что православные священники и архиереи, сделавшись еще более дерзкими и непокоривыми Слову Божию, открыто восстают уже против самого этого толкования святых отцов. Это толкование архиепископа феофилакта глубоко православное и уж никак не сектантское. И однако дух противления истине, на котором возросли пастыри, бросает их в смертельную атаку против самого православия. Такие ревнители, в кавычках, чистоты православия наконец-то полностью обнаружили себя как врагов Евангелия и врагов апостолов. И если они не враги, они должны сегодня же переменить тактику обращения с прихожанами и не травить их своими вымыслами, но кормить чистым Словом Божиим. Не поврежденным никакими примесями человеческого ума, точно по толкованию святой православной церкви. Первое послание Петра 2.2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Псалом 18, 11-12 стихи. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Говорится слой Божий. Сколько уже лет мы это все говорим, а лосы ныне там. А лосы ныне там. Ну вот Максима Степаненко, не Крутенко, наконец-то крутанула, степанула, стиганула. Что-то молодец он. Тут мне даже что больше импонирует в этом, то, что он написал, молодец, хоть сам знает об этом. А то, что там пойдет какой-то резонанс, это было уже все. В 96-м году Игнат Игнатьевич напечатал к истинному крещению о Библии, о лжи. Ну в общем, 12 материалов разных. И мы так зарядились, что сейчас как пойдем раздавать эти материалы, и люди поймут, что они не крещены. И как восстанет весь Барнаул. И как пошли мы везде. И в автобусах, и в трамваях, на остановках, в магазинах. В электричках. В электричках раздавать. Раздали десятки тысяч. Как в воду кануло, как в лето кануло. Знаете пословицу, что такое лето? Да нет. Лето, знаешь, что такое? Лето это река. Это река, да. Река, которая течет в подземное царство Аида. И она туда поглотилась, и все. Вот так. И у нас столько всего. Но были некоторые обращения к священникам. И потом Игнатий Тихоновичем начали нарекания оттуда. Отец такой был здесь. Николай Войтович. Ну Игнатий, ну что ж ты, Матерь Церковь, все раздеваешь и раздеваешь. Ну, они бы не знали этого ничего. Ну, ты бы им не сказал и не знали бы. Ну, и хорошо бы ходили, выходили. Ну, что ты. Да сколько будете терзать ее, Матерь Церковь. Раздевать. Да не как-то. Крестный ход шел. Ну, с крестного хода главный. Вышел и ко мне, а я стою в стороне совсем. С этим дрожащим голосом прям раздеваешься. И сколько это... Игнатий Тихонович, сколько это лет уже назад было? Лет сорок, наверное. И все одно и то же продолжается. Вот попы как засели, как вот взяли вот эту вот себе оборону они от народа Божьего и от Бога, конечно. Да, сели на седалище Моисеева. Я на полном серьезе думал, что вот люди у веры, как я верю, думаю, они меньше... И я так же думал. И представьте, они придут из каждых, наши родственники умерли не крещенными. Они попов на кусочки разнесут. А никому не надо. Им нравится вот это. Пришел записку и все. Вот приходят, священника сейчас вызывают, я сегодня слышал, освещать квартиру. Сколько стоит? Пять тысяч. За пять тысяч. Но он заходит и не начинает. Спрашивает, а сколько комнат? За комнату теперь. Туалет главный. От такого презрения к церкви, вот такого не просто поношения, а презрения, никогда в мире не было, как сейчас. Из десяти человек, которые ходили и не ходят, десять, я отвечаю, одинаково, глядя на то, какие у них машины. У этого, у патриарха там из самого высшей пробы золото, кресла-то. Зачем вам это надо? Да там бриллианты у него стоят. Почему бы хотя бы один лишний дом не построить там презрения детей или каких-то бесперезорных? Мне говорят это. Я ничего не могу сказать. В ролике. Да сейчас сколько больных детей, лекарства есть, но они дорогие. И ходят по миру. Дайте, дайте. И актеры, которые тоже там имеют миллиарды, тоже сюда же подключились. Дайте, дайте, люди, дайте. Вы что как нищие-то побираете, все миллиардеры? Вот элеватор, а тут Шешенин был, директор. Он говорит, вот пришли здесь и просят. Денег дайте, он говорит, ну у нас такая обстановка, мы даже не знаем, чем платить сейчас, говорю, где-то. Не дадите, а мы проклиним вас тогда. Да как же так вот. Невероятно. Понимаете, поп приходит, так вот, Ира, как-то, что-то такое у него, иеромонах. Я говорю, да, да. И деньги просит на лечение зараженных СПИДом. Иеромонах у Лепин заниматься. Лечение от федерических болезней. Это люди-то понимают, это вы уже взбесились и совсем дали. Он мне приглашал и говорит, вот мы давали взаймы, как бы, квартиры, в других элеваторах-то. А сейчас люди не отдают. Это мы вам дадим полномочия такие, чтобы вы там как-то растрясли людей-то эти, чтобы они хоть что-то отдали там. Ну и мы с вами поделимся. Никто не отдаёт деньги на даты. То есть и можно было бы отдать. И вырвать никак не можем говорить. Я говорю, да, как вы ещё посеяли, то и пожените. Вы верующий? Я верующий. А когда в церкви был? Да сейчас не помню уже. Крепкий, здоровый мужик. И мне дать парова по всем элеваторам Алтайского края, чтобы я проехал и страхом Божьим напугал. И чтобы они отдали деньги. Это уже бессилие полное. Это полное уже, полное. Где-то меня слышал, я выступал, дескать. Вот никто бы их не пробил, а вы бы, наверное, пробили. Они бы испугались и привезли деньги. Не знаю. Как коллектор какой-то вы. Так а что, они не заключали никаких договоров? Ну да. Прямо мне предложили. Директор. Дадим полномочия, сколько кто должен, и вы поедете по элеваторам Алтайского края и подтряхнете их, они деньги отдадут. Мы им квартиры построили, квартиры дали, мы строили. А они не отдают деньги. Я вчера с одним мусульманином беседовал, как интересно. Он тоже, нет. Аллах Акбар, мы же не знаем. Я говорю, Иисус Акбар. Он сразу заулыбался. Иисус Акбар. То есть Иисус Велик. Они не только Аллах там где-то. Мы дальше говорили. Я говорю, а вы когда праздник-то отмещаете? Где делали это? Пятниство. Я говорю, давай по порядку. Много знаешь. У меня тут книг столько он говорит. Я говорю, ну и по порядку. Почему первый день называется? Как? Он говорит, понедельник. Ну не первый, но все-таки. А почему он не знает? Он сразу срезался. А почему он понедельник называется? Что знает? По неделе, потому что. А? После недели. По неделе. После какой недели? После недели, которая прошла. Да нет. Воскресенье в славянском языке неделя называется. А неделя называлась седмица. По неделе. Если вы говорите, иди за мной, по-славянски говори, по мне. По мне. После меня, да? По дорожке, по которой я прошел. Понедельник, это значит следующий, за воскресенье. Воскресенье оно не называлось. Второй, вторник тут понятно. Доходит. Я говорю, пятница. Почитал. Ну пятый тогда дело. Так, а суббота? Не знаю. Я говорю, шаббат юрецкий. Покой. Так вы еще не доросли до субботы. Вы еще до пятницы остановились. Он сразу остановился. А мы-то прошли это. Все, у нас воскресенье. Почему называется воскресенье? Ну и сад. Еще воскресенье. Я говорю, конечно. Так это неправильно. Он не воскрес. Я говорю, я вам откуда знать неправильно? Ваш руководитель, который вам дал великие, умер в 632 году. Шесть столетий прошло. Год в год. Шесть столетий-то. И вдруг кто-то приходит. А вы неправильно. А кто придумал? Ну богатые придумали для бедных угнетение. Да рыбаки, какая богатая. Лодка пустая. Как бы. Ну Христос каждый день с ними не ездил в лодке-то. Бросил на правую сторону. На один раз это было. Значит, небогатые. Теперь они придумали для себя ярмоды богатые. Задумался. А ты знаешь, за эту идею, в которую они не верили, умерло под казнью 475 тысяч. Подсчет уже сделан. Полмиллиона отдали людей, заранее знают, что этого нету. Да кто же на это пойдет-то? Вот ваша религия говорит так. А вот сегодня, сейчас, вот вы выйдете и скажут, это неправильно. Ты последний пророк. Это все, что Моисей сказал, там, 18-15, там, о законе. Это, так сказать, о нашем сказании. Нет, это о Христе. У вас нет выхода никакого. Только прийти ко Христу. Я говорю, вот у вас, бывает, что кто-то убил. Ну, ну да. Значит, этот человек понял неправильно. Ну, и что ему делать-то? Его арестовали, он сидит, утром казнят его. Что он должен сделать? Доброе дело. Какие добрые дела, когда уже приговор подписан? Добрые дела. Его расстреляют. А ему надо не только остаться живым. Это жизнь копейки не стоит. А для Бога. Нету, а у нас Христос умер. Возмездие за грех смерть, а дар Божий, тире, жизнь вечная во Христе Иисусе. Рим. 6.23. Все, он полностью. Я говорю, только не отключайся, будем дальше говорить. Он уже отключился, и дальше его не найдешь. Я предупредил, вы убежите сейчас. А на суде Божьем не убежите. И он откроется, которая там, в чате-то. А никого нигде нету. А видно, кот сидит серый, подрагивает. А я говорю, кто там спрятался-то? Кошка одна смелая осталась. Вылазь оттуда. Господь все равно найдет. А там, я говорю, все вас огрешили, спрятались. А с кем разговаривали, я никого не вижу. И, наконец, оттуда пошевелился, вот так пальцы показывают. Я говорю, не показывай. Чего дрожишь в рожке? Вылазь оттуда по-хорошему. Выходит, женщина. Женщина. Ну, с ней стали-то разговаривать. И ничего не знаешь про Бога. А другой, значит, одна женщина вылезла сразу. Так прилично одетая. Вот такое черное на ней. Не такое, а костюм. И она разговаривает. Я говорю, что же это вы так себя ведете-то? А в это время вот так вот она сидит. А вот так, через плечо у нее рука. И не ее рука. И рука появилась. А вот так халат впрасывает. Она лежит, грудь на виду. Взял за сосок и крутит. А она мне говорит. Я ей о Боге говорю. Она говорит, так, покажи на тревогу. И я дальше говорю, покажи опять то же самое. Я говорю, тебе цена копейки нету даже. За 1300 лет ни одна мусульманка, даже самая падшая, не позволит с собой так обращаться. То, что тебе сейчас теребят, он лицо не показывает. А потом показал парень-то. Вот я презираю, даже самая цена твоим так на выбор. Разве что так делает. Она полностью выхолощенная. Ну все, так вырезал, выбросил. Вы даже не представляете, что там делается. Сергей может рассказать. Нет, давайте по слову Божию рассказывать друг другу. Рассказывайте. Не надо. Об этом рассказывать не надо. Это вот Галя одна. Ты знаешь, о чем она может сказать? Нет, я не хочу знать. Зачем мне пошлость эту знать? Да ты не знаешь. О гомосексуалистах, что ли? Дело в том, что человек бесновается начал. Ну, и что? Бесновается. Он сидит вот так вот, у него лицо вот так вот. Игнатий Тихонович, любой, кто согрешает, беснуется. Разве нет? Понимаешь, мы считаем, это конкретно с ним. А Сергей тогда встал, бес, и сзади из него. Выйди из него, бес. Выйди, не мучай человека. А у него так туда-сюда, с черепом поднимает все. А потом такую маску наделал, черт. И прям вес, он ему слова кидает, а я не понимаю, что говорит. А Володя тогда говорит. Он говорит, я покоревался, чуть не вышел из него. Думал, ты меня победил. Да, я на секунду засомневался, что ты можешь победить меня. Ты что думаешь? Да бес, черт натуральный. Ну и зачем с ними общаться? Я сегодня с Игей говорю, ты не думаешь, что он умышленно так все делал? Это артист. Это тогда высшего класса артистов. Вот все лицо сидит, а вот здесь у него шесть пуговок. И такой, как железный панцирь надетый где-то. Человек-повар, у него костюм такой. И вот так вот, и в лицо такое, о-о-о, глаза туда у него, сюда, о-о-о-о. А Сергей ему о боге-то считается. А Сергей так еще говорит, уткнулся, безразлично, без тебя задавит или на обед позовет, не все равно. А вот мужик есть, вот так хватает, он видно, что в животе у него. Я говорю, может он играл это все-то. Это ужасно. Все, поехали? А все закончилось? Ну давайте благодарим Бога. Благодарим тебя, Христе Боже. Благодарим тебя, Христе Боже. Малышка, беги сюда, к дедушке. Беги. Беги. Молитесь сегодня с Варварой. Благодарим тебя, Христе Боже. Благодарим тебя, Христе Боже. Господи, что позволил быть участником этого великого таинства пресчищения. Распусти нас с миром. И слова добрые, наставительные, которые дал нам блаженный Афелак, помоги сохранить. В радости благословения Твоего произжить остатки дней. Научи ценить это мирное время. И брата нашего Максима, благослови и сохраняй от всякого рода зла и греха и Владимира. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С Богом, друзья мои. С Богом. С Богом. Молодец. Иди, убегали. Пошли, 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 пошли. Да, что-то мне захотелось. Ну, в принципе, смысл-то тоже можно. Да, если в духовном плане перевести. Только земные блага убрать и оставить Слово Божие. Так это, девчата, вы сами поедете. Да. Положите банк.